Преподавателям, репетиторством заниматься стоит или не стоит? А что это делать? А что им делать? У нас просто министр образования регионального сказал, что репетиторство позорит. Позорит. А как же оно позорит? Позорит, потому что детей плохо учат. Да, да. Да, я учитель. Но вообще репетиторством заниматься нужно? Нужно, нужно. Учителям необходимо. Или они сдохнут, или на улице будут, они вот милостыню просить. Вы считаете, это не позорно? Да, учителю. Я 40 лет проработал. Ищут ли хороших репетиторов? Не оба кого? Конечно, ну а что же еще им? Ну все-таки подготовят лучше, гораздо. Все-таки, если они за это деньги получат. Чем в школе сейчас... У нас не было репетиторов. Образований нет. Хорошо, отличница. Я нет. Я четвертый. Это неважно. Отличница. Так что стоит... Три сестры. Наши пожелания, пусть повышают зарплату бюджетникам. Пусть сейчас образование. Образование. Вот это позор. И позор, что учителям платят три копейки. Это тоже позор. Тоже позор. Вот. Все. Вот это позор. Мы пошли. Все сказали. Министр. Министру привет. Да, большой. Пусть он продумает хорошенько. На пары или же на уроки в школе приходит огромное количество людей. Соответственно, не до каждого доходит информация. И иногда преподавателю стоит отдельно с кем-то позаниматься. Потому что кто-то плохо понимает, кто-то получше. Вот. То есть этим нужно заниматься. Разумеется. Почему мы спрашиваем об этом прохожих? Сегодня министр образования нашего в Санкт-Петербурге сказал, что лепетитерство, ну, в какой-то степени, как он выразился, позорит профессию. И как мы там студент согласны? Совсем нет. На мой взгляд, если заниматься репетиторством, соответственно, успеваемость у детей будет повышаться. И в таком случае, как сказать, больше людей попадает на бюджет. Ничего там плохого нет. Если, допустим, ребенку не хватает занятий, то, как бы, пожалуйста. Любой каприз за ваши деньги. Сегодня министр образования высказался, что репетиторство позорит профессию. Согласны ли вы или нет? Мне кажется, нет. Если, как бы, человек компетентен в вопросе образования детей, если у него, как бы, есть на это свободное время заниматься дополнительно, то почему бы нет? Как бы, мне кажется, в этом нет ничего такого. Тем более, Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что если хотите денег, идите в бизнес. Вот мини-бизнес. Сейчас я поступаю в политех, получается, и я хожу на подготовительные курсы, которые как раз-таки учителя института ведут. И, конечно, это лучше всего, чем обычные учителя. У них есть уже какой-то определенный опыт, и ты подстраиваешься под институтскую жизнь, как сказать. Здесь преподаватели и оставались, и работали, и нас оставляли, да, и учили. А сейчас все репетиторство. Ну как, это хорошо этим заниматься или плохо? Как вы считаете? То есть сегодня у нас просто министр образования назвал, что репетиторство позорит профессию преподавателя. Вот как вы это считаете? Ну, конечно, я считаю, что преподаватель должен полностью отрабатывать себя на уроке с детьми. Чтобы не требовалось дополнительных. Да, да. Раньше же были просто дополнительные занятия, преподаватель оставался. Причем бесплатно. Да, а репетиторство – это излишняя выкачка денег. А сейчас уже преподаватели работают иногда, некоторые, я так думаю, с таким расчетом, чтобы еще осталось что на репетиторство. Да. Следует ли заниматься репетиторством, дополнительными занятиями? Следует. Почему? Ну, начнем с того, что это дополнительный заработок. Людям надо помогать как-то учиться. Я сама пользовалась в школе репетиторами, а ты? Нет. Сегодня просто министр образования Саратовской области сказал, что вот репетиторство позорит профессию. Нет, не позорит. Не согласна. Ну, если преподаватель хорошо разбирается, то да. Сегодня министр образования Саратовской области сказал, что репетиторство позорит профессию учителя. Что, профессия, как считать, так это или не так? Нет. Не так. Почему? Преподаватели помогают ученикам, вот. Если они разбираются в своем предмете. Преподавателям современным стоит ли заниматься репетиторством? Я думаю, да. Приходилось пользоваться услугами репетитора? Ну, я закончила школу 15 лет назад. На тот момент это не было так развито, поэтому нет. Учила сама. Сегодня министр образования Саратовской области высказал, что репетиторство чуть ли не позорит профессию. Ваше мнение, так ли это не так и почему? Я считаю, что это ни в коем случае не позорит профессию, потому что это помогает нашему подрастающему поколению получить дополнительные знания и использовать их в дальнейшем работе. Как вы считаете, заниматься репетиторством стоит? Как раз преподаватели. Стоит. Стоит, потому что на эту зарплату выжить нельзя. То есть приходится как дополнительный источник? Да, как дополнительный источник к заработной плате. Сегодня министр образования Наш Орлов высказался так, что это чуть ли не позорит профессию. Ну, я не буду спорить с ним насчет позора, но как-то выживать надо, нам тоже. Ну, как-то надо. Поэтому, в общем... Но я считаю, конечно, нельзя заниматься со своими конкретно учениками. Может быть, с кем-то из других. Там школ, вузов, колледжей. Может быть, как-то вот так вот. Надо помогать ребятам, кто не может сам освоить предмет. В общем, в этом нет ничего зазорного. Если ему дома не могут помочь, а он хочет. Ну, как так? Так нельзя. Надо помогать. Он сам, по-моему, позорит свою профессию. Я так считаю.